Азербайджанская диаспора Азербайджан постоянно говорят о якобы отсутствии исторического наследия азербайджанского народа на Южном Кавказе, но как только видят факты, опровергающие их домыслы, сразу же тихо уходят от разговора. Сперва нам казалось, что, возможно, они неверно информированы о прошлом, и надо всего лишь показать им реальную историю, а не выдуманную их пропагандистами. Но потом стало понятно, что многие прекрасно знают, как они оказались на Южном Кавказе, кто их сюда массово переселил, и какой народ проживал здесь до их пришествия. Просто они делают вид, что им об этом ничего не известно. Неоднократно в наших передачах мы приводили примеры того, как армяне занимались фальсификацией истории. Как они в период захвата азербайджанских земель якобы обнаружили около Агдама вымышленный Тигранакерт, который сразу же после освобождения этого края Азербайджаном перекочевал на территорию другой страны. Почти каждую передачу представляем список имен 44 правителей Иривана, предков азербайджанцев, и предлагаем их историкам показать среди них хотя бы одного армянина. Однако все наши обращения не получают какого-либо отклика. Приведем еще один простой пример. В 2018 году стало известно о том, что армяне с целью привлечения российских туристов стали рекламировать так называемую «саблю Тамерлана», найденную у Ириванской крепости во время ее захвата русскими войсками. «Мы вышли на след легендарной сабли Тамерлана, которая попала к российским военным во время штурма Ириванской крепости», сообщила спутник Армения, куратор туристического проекта «Русский след» Эрна Ревазова. «Это одно из тех многочисленных открытий, которые мы сделали в рамках проекта», указала она и добавила, что артефакт находится не в Армении, а в Эрмитаже. «В течение трех месяцев после поисков было выяснено, что сабли находятся в фондах Эрмитажа и недавно была выставлена у портрета Паскевича, который в тот момент возглавлял российские войска у стен Ириванской крепости», сказала Эрна Ревазова. «Информационное агентство First News AS решило выяснить, о какой конкретно сабли идет речь, и вот что обнаружило тогда в новостях Эрмитажа». Саблей с собрания Эрмитажа была подарена Гасан Хану правителем Фатх Алишахом Каджаром в знак признания его военных заслуг в период войны с Османской Турцией в 1821-1823 годах. Устная традиция относит саблю к Тамерлану, однако конструктивные особенности клинка – ширина, слабый изгиб, развитая елмань – позволяют атрибутировать ее как предмет сефевитской эпохи XVI-XVII века. Тамерлан всегда почитался как великий полководец среди исконных жителей этих земель – азербайджанцев. Возможно, с этим и было связано то, что устная традиция относила саблю к Тамерлану. Насчет того, кто такие сефевиды, приведем высказывание профессора Нью-Йоркского университета в Абудабе, макросоциолога Георгия Дерлугьяна. Посередине еще возникает рядом с османами сефевитская империя, сефевитский род, то же самое время – 1500 год. Кстати, Исмаил Сефеви был азербайджанцем. То есть Ираном за последние 500 лет правили азербайджанцы, наверное, за одним исключением Айатулы Халмини. Ириванская крепость была не просто административно-политическим центром, но и сердцем Ириванского ханства, символом его мощи в течение 300 лет. Флаг Ириванского ханства шит из шелковой четырехугольной ткани кизилового цвета. На нем натуральными красками изображены лев и солнце. Изображенный в профиль лев, повернув голову назад, держит в левой передней лапе меч, а хвост его поднят дугой до спины. За львом изображено желтое солнце в золотых лучах. Над головой льва желтыми крапинками написаны слова «Я Эс-Султан Аль-Султан-Шах-Каджар-Фетхали 1239». На ткани кизилового цвета изображены треугольники. Флаг украшен сурами из священного Корана. Ириван был основан в начале 16 века как опорная крепость Сефивитской империи. Шах Исмаил I Сефиви в 1515 году приказал построить на реке Зенги крепость. Строительство было поручено визирю Ревангу-Лихану, отсюда и название крепости – Реван-Кала. В дальнейшем Реван-Кала стала городом Реваном, затем Иреваном. Период ослабления Сефивитской империи образовалось свыше 20 независимых азербайджанских ханств, одним из которых и стала Иреванская, просуществовавшая вплоть до вторжения в регион Российской империи и захвата Иревана в начале XIX века. По данным, проведенной первой в Российской империи переписи населения, в 1897 году в Иреванской губернии жили 313 178 азербайджанцев. Армянская пропаганда уже многие годы стремится доказать, что Иреван является древним армянским городом, старше Рима, и что этот город якобы никогда не имел никакого отношения к азербайджанскому культурно-историческому наследию. Как отмечает историк Резван Гусейнов, в Армении всячески стремятся скрыть правду об истории Еревана. В частности, в 2014 году армянские власти презентовали фильм «Столица древнее Рима». В документальной ленте много и пространно говорится о древности Еревана, которому якобы почти 2800 лет, однако в виде доказательства приводятся всего две монеты мусульманских тюркских правителей XIV века. Таким образом, армянская сторона хочет доказать, что Ереванская крепость, построена не сифивитским полководцем Реван Гулуханом в начале XVI века, а существовала еще до этого. Однако при изучении продемонстрированных в фильме монет, на которых по утверждению армянских авторов написано, что они были чеканены в Ереване, выясняется иное. На монете XIV века хулагуитского правителя Ануширвана местом чеканки указан не Ереван, а город Мариван на территории нынешнего Ирана. В фильме мельком показана и другая монета – правителя Абу Саида, якобы чеканенная в Ереване. Однако и на ней местом чеканки указан город Роян, также находившийся на территории нынешнего Ирана, указывает Резван Гусейнов. Историк отмечает, что французский путешественник Жан Шарден, будучи проездом в Ереване в 1673 году, подробно рассказывает об Ереванской крепости и Ханском дворце. Он отмечает, что крепость, состоящая из 800 домов, больше, чем маленький городок, и что там проживают сифивиды. Под словом «сифивиды» автор подразумевает тюркское козылбашское население шиитского вероисповедания. Напомним, что в 2012 году политолог Фуада Хондов, комментируя сообщение о намерении тогдашних властей Армении «Восстановить старинный центр своей столицы», заявил, что Азербайджан готов предоставить карты и чертежи древнего Еревана для воссоздания истинного облика. По его словам, в российских архивах хранится большое количество чертежей, планов старого Еревана. К тому же есть картины известных европейских художников – Тавернье, Шардена, в частности, русских художников Рубо и Гагарина, до мелочей изобразившего ереванскую крепость XIX века. «Если в Ереване действительно хотят восстановить прежний исторический облик города, мы можем любезно предоставить армянской стороне эти картины и чертежи», – сказал он. Политолог указал, что вместо настоящего средневекового центра Еревана, который поэтапно уничтожен властями в советское время и ныне в период независимости, в Армении хотят создать некое подобие архитектуры конца XIX – начала XX веков. Это попытка внести мировое общественное мнение в заблуждение и увести в сторону дискуссии о старинном облике Еревана. Попытка придать ему вид, который к историческому облику не имеет никакого отношения, указал он. Фуад Ахундов отмечает, что Ереван – единственный в мире город, в котором стерты с лица земли древние архитектурные памятники, и на их руинах построен безликий город. Ереван претендует на статус древнейшего города мира. Так где же его древние архитектурные памятники, задавался вопросом политолог. Территория нынешней Армении – древняя азербайджанская земля. Это исторический факт, и далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть на карты, изданные царской России в начале XX века. Все исторические азербайджанские названия городов и сел на территории нынешней Армении подвергнуты изменениям. Каждый увидит, что все топонимы на территории современной Армении – именно азербайджанского происхождения. Различные историки и исследователи армянского происхождения в своих трудах особо подчеркивают, что армянский этнос не имеет прямого отношения к кавказским народам, и в частности к кавказской Албании. Как отмечает ресурс еревангала500.com, профессор Мичиганского университета Рональд Суния в своей книге «Взглядом в сторону Арарата» пишет, «С древнейших времен и в средние века Карабах был частью княжества кавказских албанцев». Эта самостоятельная этно-религиозная группа, уже не существующая в наши дни, была обращена в христианство в IV веке. Когда в XI веке сельджуки вторглись в Южный Кавказ, начался процесс исламизации, результатом которого было обращение в мусульманскую веру населения низменной части Карабаха. Этот народ, являющийся прямым предком сегодняшних азербайджанцев, говорил на тюркском языке и принял ислам шиитского толка, распространенный в соседнем Иране. Нагорная же часть Карабаха осталась преимущественно христианской, и со временем карабахские албаны слились с армянами. Другой западный историк, Сванте Корнелл, опираясь на российскую статистику, приводит динамику роста армянского населения в Карабахе в XIX веке. Согласно российской переписи, в 1823 году армяне составляли 9% от общего населения Карабаха. Остальное 91% населения были зарегистрированы как мусульмане, в 1832 году – 35%, а в 1880 году достигли уже большинства – 53%. Надеемся, что наступит день, и в школах Армении детям будут рассказывать реальную историю, потому что все тайное рано или поздно становится явным. Когда наступит этот момент, трудно сказать. Это зависит от самих армян, от их желания узнать правдивую историю. Простой совет нынешним жителям Армении – спросите у ваших бабушек и дедушек о прежних топонимах до того, как они арменизировались. Уверена, что услышав их, многие будут сильно разочарованы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова